Эй, всем привет, это Дама Дэйм, и сегодня такой вот у меня интересный обзор двух кальянов. По названию вы, наверное, уже поняли, это компания Huka Motors из Украины, делает кальяны из всяких таких прикольных автомобильных запчастей. Но суть не в этом, в том, что я думал, что эти кальяны только на Украине, но с недавних пор этими кальянами занимается такая компания, как Huka Motors Russia, то есть появились официальные дистрибьюторы этого кальяна по России. Сегодня мы попробуем их собрать и, собственно, покурим на них табак Spectrum, на который обзор будет чуть попозже. Я составлю топ-5, наверное, самых интересных для меня вкусов, и мы это, собственно, всё покурим. Так вот, что касается этого кальяна, кальян я курил на выставке, и то один раз попробовал, второй раз решил покурить, а его уже кто-то купил, собственно, я его и не покурил нормально, но теперь они у меня дома, а целых две штуки от ребят из Huka Motors Russia. Так вот, давайте, собственно, попробуем это всё представить, как это всё упаковано и как это всё выглядит. Так, я надеюсь, обличчёвый не перевернётся, если я вот так поставлю, да, что-то перевернулось, ну ладно. То есть это выглядит вот такая вот коробка большого кальяна, собственно, модель называется Oracle. Oracle, там сами разберёте, да, как правильно пишется, сделан он из двигателя Mazda какой-то, какой-то, позже в брошюрке почитаю. Это первая модель, мы её сейчас чуть попозже соберём, и есть вот такая модель, а модель чуть поменьше. Вот такая вот модель, собственно, это, она называется Creo, от того, что есть такой мопед, как Honda Creo, и он сделан из блока цилиндра вроде, или из какого-то части этого мотороллера, и, собственно, егошняя цена 650 долларов, которую мы смотрели первого, и вот цена 800 долларов. В принципе, я думал, эти кальяны будут стоить дороже. Думал, реально дорогие, думал, под 3,5 тысячи долларов, но, как бы, реальность оказалась куда более благоприятной. Так вот, давайте мы, наверное, попробуем собрать первую модель, это Creo вроде. Я сейчас точно посмотрю в брошюрке, что это за модель, и мы это всё будем собирать. Так, брошюрка у меня здесь, её немного покоцало. Так вот, да, сделана из блока цилиндров от Honda. Это вот такой вот мопедик. Есть ещё одна модель, она называется Porsche 924, скорее всего. Да, и она сделана из какой-то детали Porsche 924 Carrera GT, то есть вот она фотка, вон там Mazda и так далее. Сейчас я брошюрку нашу соберу, и мы начнём собирать наш первый кальян, и это у нас будет, я опять забыл, Honda Creo, Creo, Creo. У меня никогда не было мопеда, а тем более Honda, и я это знать не знаю, как называется. Так вот, что нас ждёт в этой коробке? У нас вот так вот всё внутри, здесь у нас шланг, я думаю, и мы начнём с него. Всё вот так упаковано индивидуально. Мы видим здесь шланг, вот такой вот мундштук, кстати, очень эргономично сделан, Huka Motors, все дела. Так вот, шланг в оплётке с вот таким вот коннектором. А, вот он, коннектор. То есть, ну, сразу видно то, что ребята подъебались хорошо, то есть в плане, что всё это нужно выточить, всё это сделать и так далее. Отсюда, собственно, наверное, и цена. Идём далее, попробуем достать сам кальян. А, тут что-то ещё есть внизу. Так, есть шестигранник, и есть наклейка Huka Motors, которая плохо стала. Всё. Так вот, сейчас мы достанем сам кальян. Достанем его, и, блям, пиздоц тяжёлый. О! Ну, это у нас, собственно, вот так вот выглядит. Я его сейчас буду распаковывать. Достанем его, и, блям, пиздоц тяжёлый, и, блям, пиздоц тяжёлый, и, блям. Всё-таки я его раскрутил. Ой, раскрутил, я его разобрал. И можно двигаться дальше. Это модель Creo Huka Motors. Вот, собственно, вот так вот он выглядит весь. Всё сделано максимально чётко. Чё, это мне кажется, или у меня и видно чё это? А, нет, всё нормально. Так вот, сделано всё вот так вот, с прозрачным днищем, из вот такой вот части мопеда. Первое впечатление. Ну, это что-то необычное, это пиздато, это очень круто смотрится. Второе впечатление. У него прозрачное дно. Это охуенно. Третье впечатление. Что за блюдце, блядь, извините меня. Что это? Ребят, у вас всё сделано из запчастей, да, всякие крутые штучки. Но блюдце у вас странное. Вот эти штучки, это что это? Ладно, я не буду ничего откручивать. Ну ладно, не суть. Блюдце, конечно же, получилось не очень таким крутым, потому что, учитывая размер чашки, то угли будут просто с него спадывать мимо блюдца. Также у нас есть шахта, всё это видно, оргстекло. Вот тут маленький косячок есть, вылезла, проснул, как прокладка между стеклом и двигателем. Вот она, собственно, есть как бы. Ну, есть такие косяки, но я думаю, это косметически, их можно все доработать. Так, у нас вот эта шахта, вот эта продувка, она идёт вообще в другом отсеке. Как это продуваться будет, я не знаю. Что у нас внутри есть клапана. Клапан, то есть вот такой, внутри шарик. Собственно, это у нас первая модель. Ну, выглядит она реально, согласитесь, ребят, здорово. Так, если у нас мундштук накручивается вот сюда, то вот эта часть... Ага. А, нет. Вот эта часть поставляется вот сюда. Собственно, вот у нас клапан, вот здесь втыкается у нас коннектор. А вот это, как я понял, сделано для вот этого. Вуаля! Кальян, собственно, собран. И вот так выглядит эта модель Креа. Давайте перейдём ко второй части, то есть ко второму кальяну, который побольше. Собственно, у него выглядит всё ровно так же, как и в первом. То есть, ну, по упаковке и так далее. И давайте, собственно, его тоже сейчас вытащим и соберём. Эта модель потяжелее. Эта модель стоит 800 долларов. 850 даже долларов. И мы её, собственно, сейчас соберём. Так, вот такая часть. И вот эту я, наверное, лучше спущу, чтобы мне было удобнее её поднять. И вот эта вот часть, это у нас блок цилиндров, да, как я понял. А, это двигатель Мазды, какой-то шестой или третий. А, RX-8. Ну ладно, сейчас мы будем это всё опять заново так же вскрывать. Собственно, мы с этого кальяна уже курили, да, и мы его заново упаковали, просто чтобы вам было видно, как это, собственно, всё выглядит именно в стоковом состоянии. И давайте мы, собственно, начнём его собирать. Он, конечно, больше, он сложнее в сборе, и в нём есть кое-какие-то ништячки, которых, скорее всего, нет в этом кальяне. Но мы сейчас это всё-таки проверим и попробуем его разобрать уже окончательно и посмотреть, что с чем есть и как это всё будет выглядеть. Как вы, например, заметили, что я всегда люблю глазом замерять, типа, диаметр и так далее. Но когда я посмотрел в эту штучку, я не увидел света в конце туннеля, понимаете, как бы, да? И я подумал, почему я не вижу, неужели она забилась? Но я потом додумался раскрутить это всё и увидел там этот масала-килер, масала-кипер, как его называете вы, который, типа, не даёт водичке стать грязной. Очень крутая идея в этом именно исполнении этого кальяна, потому что, когда ты его куришь, ты всё равно смотришь на это вроде бы обычное стекло, обычную колбу, но в неё именно охота смотреть, как это всё там бурлюкает. И если она будет пачкаться, мараться, то есть превращаться такой в жёлто-поносный цвет от разного табака, то будет и совсем приятно. Тем более, кальян за такую цену, он не должен, блядь, поносного цвета быть в колубе. Так вот, идея, конечно же, классная. И давайте, собственно, его соберём. Это он оставляется вот сюда. И мы... Здесь тоже самое же такое же блюдце, надо его поменять. В принципе, можно его поменять кастомно. Она вроде бы легко снимается и легко меняется. Но хотелось бы, чтобы это уже сама компания Huka Motors об этом подумала и пересмотрела свои взгляды на блюдце. Не только как внешний вид, но и как функциональность этого блюдца, потому что это максимально нефункциональное, потому что ты на него скинешь три угля, а маленькая площадь, она нагреет чашку, и потом ты и чашку не сможешь снять, потому что пальчики будут обжигаться. Далее. Вот здесь есть также большое отличие именно в коннекторе, именно шланга. Если мы в модели Креа, Креа, модель Креа, мы коннектор вдевали на резинках, то здесь он подобию, знаете, как в медицине, в капельницах, которые на 360 еще могут крутиться. Также здесь есть вот такой вот коннектор. Эту мою штучку вот так отгибаем и вставляем и защелкиваем. То есть шланг не может спокойно крутиться на 360 градусов, не создавая никакого дискомфорта или так далее. Что касается, допустим, именно его устойчивости, то с водой он очень устойчивый и перевернуть его, в принципе, тяжело. Особенно если тянуть в сторону шланга и за площади вряд ли он перевернется. Но в эту сторону его, в принципе, опрокинуть можно. Так вот, таких сделано всего 99 штук, и это у меня 12-я штука. А таких сделано 120, и это под номером 9. Сейчас мы этот соберем и, собственно, продолжим еще кое-что делать. Я просто... У меня не дошли руки в данном моменте разобрать вот этот кальян, но, собственно, давайте попробуем его разобрать. Потому что, если здесь масала кипер, или... Как он правильно называется? Напишите в комментариях. Вот, собственно, вот так вот он откручивается. Так. А, нет! Здесь маленький приветик вам, блюдце нельзя будет поменять. Можно только сверху другое одеть, но в то будет не очень смотреться. Выкручивается. Так, давайте мы выкрутим все нахуй здесь, выкрутим. Выкрутим вот эти палочки. Ну, раз они крутятся, значит, их можно выкрутить, правильно? Так, выкрутим вот эти палочки. Ладно, двух, думаю, будет достаточно, чтобы попробовать раскрутить вот эту. А, нет! Она... Наверное, раскручивается, но ее очень сильно закрутили. Но, скорее всего, здесь нет этого масала киллера, и как он правильно называется. И здесь, скорее всего, водичка будет желтеть от табака. Но, собственно, сейчас мы будем это курить, и это все, собственно, и попробуем. Собственно, мы все-таки смогли, мы добились, эту штучку раскрутили, и, как я и говорил, в ней нет этого масала киллера, поэтому водичка в нем будет желтеть. Но сделано это, согласитесь, ребят, очень-очень-очень круто. Вот так это все собирается. И так далее. Ну, ладно, я заново просто пошел все дальше делать. Просто вам хотел напомнить, что мы смогли это все разобрать. Так вот, собственно, один мы наполнили, а второй не смогли наполнить по причине того, что просто не наполнили. Но могу сразу сказать про его маленькие минусы. В отличие от этой модели, с нее очень сложно потом вылить воду. То есть мы ее наливаем за то, что у нее внутренности все контурные, как в пещере. То есть, когда мы переворачиваем, вода затекает в разные части. И нам пришлось после этого раскрутить нижнюю крышку и слить воду. Но, то есть, мне пришлось, да? Потому что я налил очень много воды и она полноценно не вытекала. И я не смог обратно это все скрутить. Поэтому мы, собственно, его не курим. Потому что я скрутил, но, видать, не так я его скрутил. И он не курится сейчас. Вина моя. Ну, ладно, это просто мои шаловливые ручки. Ах, это все... Ну, раз шестигранник лежит, правильно, значит, его нужно использовать как-то. Я и начал им все крутить, собственно. Но, эта модель Oracle у нас вообще бесперебойная. Давайте, собственно, будем ее сейчас раскуривать и поговорим о ней. Так, он у меня еще не раскурился. Ну, ладно, пока буду раскуривать, скажу. По тяге. Если бы не было вот этого масала киллера, правильное название напишите в комментариях, чтобы я запомнил. Тяга была бы максимально легкой. Но за то, что здесь есть этот масала киллер, масала кипер, миласа захватчик, да, тяга прям такая хорошая получилась. Если воды не переливать, то тяга получается вообще шикарная. По внешнему виду колян интересен. Используется стекло. Бля, я подумал, трещина пошла, это волос. Но, очень сильно греется вот эта часть шахты. Я знаю, что она, в принципе, у многих колянов греется. Ну, здесь она очень хорошо греется, но я знаю коляны, которые греются еще сильнее. взять те же миги, да, кто пользовался колянами миг, они понимают, о чем я говорю, когда эта часть, на ней можно яичницу просто жарить. Так вот, по продуву колба у меня заполнена дымом и, собственно, давайте мы сейчас попробуем ее продуть с одной тяги и посмотрим, что из этого выйдет. Как бы, ну, она продулась не сразу, но большой роли в данном кальяне это не будет играть. Почему? Потому что у меня язык заплетается, я не знаю, почему. Я его никак не могу раскурить. колба продувается не с одного раза, а с полтора раза она продувается, но на данном кальяне это большой роли в принципе не играет. факт того, что во многих кальянах ты можешь сутками сидеть и дупо вдуть в него, а он все равно не продуется. Здесь же хотя бы полтора раза но все это продувается. Цена, соответственно, дороговато. Как бы, не каждый может себе ее позволить, да, допустим, купить его домой, но для заведений это будет подчеркивать как бы их статус и все остальное. Поэтому это у нас кальян Hucca Motors модель Oracle и модель Crea, которая сделана из какой-то части двигателя мопеда. Этот кальян мы полноценно из-за моих кривых рук не смогли покурить, поэтому я ему оценочку не могу дать, но за внешний вид он выглядит пизже, чем он. Да, он покруче выглядит, поинтереснее. Но это вот, так как мы его покурили, я ему общую оценку даю прям на эти 8-8,5 баллов из 10. И я бы себе хотел бы такой домой, но у меня его сейчас заберут. Да, вон там злые дяди сидят, а я не ждут, пока я сниму все это. Поэтому как-то так, это Дава Дым, это дымная хата, так что увидимся.